МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И я хочу разбить бутылку шампанского, чтобы из нашей студии отплывало как можно больше семейных лодок. Роза, предлагаю разбить бутылку себе. Слушай, так не надо шутить. Да уж, давайте ждем. И еще, сегодня у нас свадьба. Четыре месяца назад на нашей программе познакомились с военравной дочкой полковника Валерия и прозорливый офицер Алексей. Давайте посмотрим, как это было. А вы не хотите за взрослого, молодого человека, который уже состоялся? Конечно, хочу. Теперь хочу. А вот тогда опишите, за кого хотите. Основной положительный момент должен быть, чтобы мужчина не бросал слова на ветер. И если вот он сказал, значит, так и должно быть. Валерия, вы ревнивая? Да. Меня зовут Алексей. Я сочнил такое стихотворение. На передачу я пришел, чтобы увидеть вас. И вас не знал я никогда, но знать хочу сейчас. Хотя вы скажете, зачем я здесь и почему? А я смущенно улыбнусь и глазом подмигну. Спасибо. Дальше своими словами. Проходите. Алексей, наша невеста мечтает стать полковником ФСБ. Вас вот такая перспектива не пугает, нет? Нет. Вы же тоже военный человек. Да, бывший военный. А к чему ушли? Были определенные сложности семейного характера. Ну, сейчас подумаю, как бы вернусь обратно. Да, но навык их же никуда не девается. Поэтому, я думаю, вы с папой найдете общие. Это же военный человек. Он как бы изначально готовился к этому. И у него остается на всю жизнь. Это вот он, наверное, для папы говорит. Сейчас хочу вернуться. Я в Бултурске сейчас служила. Очень люблю армию. Прям без нее жить не могу. Маму мне вместе жили. Да, в данный момент жили с мамой. Уже заждалась, наверное, мечтать, чтобы вы жили? Очень часто спрашивает, когда. Соответственно, ей интересно. Хотела бы пообщаться. А вот то, что Сергей так пристрастно относится к потенциальным женихам своей дочки, вас не пугает? Нет. В перспективу проверок всяких тестов? Нет, можно вставочка сделать? Да, я была бы счастлива. Прозвучало слово «бывший». Бывших не бывает, и к Алексею вопросов нет. Да? Да. Здорово. Я решил сделать вот такой сюрприз. Футболочку. С вашей фотографией. Написано, что лучше и не вверх. Надеюсь, что этот подарок будет очень дорог для вас. Спасибо большое. Алексей мне понравился тоже своей прямотой, своей открытостью. Уверен в себе, что встречается нечасто на самом деле, и в мужчине очень ценится. Но сложный мужчина с точки зрения отношений с женщинами простых себе путей не выбирает. Женщина ищет сложных по характеру, чуть-чуть стервозных, жестких, которые пилят его. Мне кажется, что вы попадаете в этот образ, да. Мне кажется, что почти стопроцентное даже попадание, поэтому могла бы его рекомендовать. Мы победили! Ура! Молодец! Давайте встретим невесту. Валерия, мы вас ждем. Ну, моя дорогая, здравствуйте, здравствуйте. Что, вся на нервах, небось, изволновалась? Нет, ночи так спала. Бог спала. Лерочка, а почему замуж в таком простом платьице? Ну, это же еще не смазительное платье. Ну, хорошо, я сегодня добрая фея. Будет чудо, я обожаю чудеса. Но не гоже, чтобы наша невеста была вот такой вот обычной. Да? Да. Проходите. Вас ждет чудо. Я вам обещаю настоящее чудо. Невесту вы не узнаете точно. Ну, а пока я хочу пригласить Алексея, жениха. Алексея, мы ждем вас. Ура! Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Проходите, мы вас давно ждем. Ну, все в том же составе. Мы рады вас видеть. Невозможно, как рады. Это же вы были виновниками, да, в том, что Алексей пришел к нам на программу. Расскажите, как это было. Я заполнила анкету. Это было в канун новогодних праздников. Вы решили так пошутить? Ну, честно, у меня были серьезные намерения. Я хотела, чтобы Алексей действительно встретил свою вторую половинку. И как развивалось все это? Когда вы сказали, как вы отреагировали? Я подумал, почему бы нет. Может быть, все-таки на передаче я встречу свою судьбу. Ну, вы как-то это были скептически настроены. И я не заметила, чтобы между вами какая-то особая искра пробежала. Ну, отношения были теплыми, да, но нельзя сказать, что фейерверк страстей. Да-да-да, потому что у нас здесь были пары, когда было очевидно, что они уйдут вместе. Арина, ну там было же предсказание. Я же ему же гадалка нагадала. А это правда, серьезно с гадалкой-то? Да. Расскажите. Все время был такой тяжелый период, и я решил поинтересоваться, что же будет дальше. Мне сказали, что все будет замечательно, и ты встречаешь свою судьбу. В казенном доме? В казенном доме. Ну уж куда казене, правда? И что? Я долго думал, где же это будет казенный дом. Думал-думал, ну вот, все-таки это получилось. Ну хорошо, вот давайте, закончилась программа, вы вместе ушли, или нет? Нет, мы, значит, поехали домой, Валера поехала к себе, мы созвонились, вечером поговорили, и только встретились через два дня. Поехали гулять в парк, гуляли около шести часов, рассказывали друг о друге. Я о себе, она о себе. Леш, ну что ты чувствовал? Вот интуиция уже срабатывала, что ваш человек? Да. Послушайте, четыре месяца всего прошло, Василиса просто уговаривает, не спешите, это так мало. Как вы решили вдруг, что вы такого почувствовали к Валерии, когда поняли, это ваш человек, ваша женщина? И еще второй вопрос сразу же, если возможно, как сделали предложение, и сразу ли она согласилась? Ну, во-первых, я почувствовал это уже на ранней стадии наших отношений. Что-то внутри, конечно, кисерка промелькнула, торкнула, да, зацепела. Через сколько сделали предложение? Ну, вообще, было так, кстати, интересно, мы сидели в кафе, и она уже спустя две недели уже сказала, что я чувствую, что я буду твоей женой. Она первая вам сказала об этом? Да. Какая молодец! Такой намек, выдали, что чувствовала. Ну, у меня такая же интуиция была, как ее мама, мама ее тоже почувствовала, о том, что выйдет за папу, тоже спустя две недели, и так же собиралась забыть, тоже так же в кафе. Вот, спустя где-то месяц мы ехали, значит, гулять, я остановил машину и сделал ей предложение. Как ваши родители отнеслись вот к такому поспешному решению? Ну, соответственно, все родители, они сначала были шокированы, как-то, ну... Ну, а они программу-то посмотрели? Конечно, конечно. И что сказали? Противная идея. Она такая сидела, что-то здесь, хотела себя прям треснуть, вот что-то она так обенилась больно. Ну, мне кажется... Нет, мама сказала, что, ох, Леша, смотри. Ну, да, мама, как всегда, смотри, сынок, смотри. А уже когда познакомились поближе? Ну, знаете, уже мама потом поняла, что все-таки Валерий хороший человек. Все-таки, когда она на программе здесь что-то изображала, это был такой зажим перед камерой, да? Ну, да, мама, как-то стеснялась, да, переживала. То есть, а с папенькой, как с ее суровым, с военным, сразу нашли общий язык? Да, мы познакомились, познакомились с папой, с мамой. Я взял букет дорогих цветов, приехал к ним, мы попили чай, мы познакомились, был... Леша, а у вас уже было это самое? Или вы до свадьбы постились? А? А что, мы все тут ведь грозу ручили. Ну, ладно, ну ладно, может, кота в мешке берет. А это вот как этот вопрос, Роза, это он личного характера? Да, личного характера. Или это как-то образом повлияет? А как же? Вы вместе сейчас живете или нет, Роза? Нет, мы живем по отдельности. То есть, пока не будет штампа? Не успел. Пока не будет штампа, да, мы живем отдельно. Ну, правильно. А может, ты и женишься для того, чтобы все-таки брачная ночь прошла? Нет. Пап, не разрешай в воде? Нет, нет. Не, ну, с этой стороны все в порядке, да? Да, все в порядке. Ну, душу-то мою успокой, пожалуйста. Что, не катаклишки? Женишь потому, что я люблю Валерию. Вышел он уже с этого возраста. А, то есть все в порядке, свад, все в порядке. Ну, ладно. Ну, кроме того, может, еще какие-то вопросы есть к жениху? Меня, знаешь, что интересует? Где жить будут, например? Так вот, где жить, еще она на программе, она сказала. Кстати, вас это не очень задело, что она муж из квартиры-то хочет? Нет. Так где жить-то будете? Ну, мы сначала будем снимать, а в дальнейшем будем оформлять ипотеку. Угу. На свои деньги будете выплачивать? На, собственно. Именно родительские? Нет, конечно, на свои. Я зарабатываю. А вот меня смущает, что вы ее не в кафе пригласили, а пять часов ее выгуливали по парку-то. Это вы что проверяли-то? Или деньги экономили? Нет, нет. Они молодые. А когда гулять-то, если не сейчас, по девичкам? Вопрос денег сейчас не стоит. А вот пообщаться, погулять в культурном парке, это очень замечательно. Молодец, я за. Что же так скажете? Правда? А скажите, вы на себе уже опробовали сложенные стороны характера невесты? Ведь вы из тех мужчин, которые простых женщин не любят. Ну да, я тоже непростой человек. И Валерия непростой человек. И есть какие-то у нее минусы, за что я ее люблю и уважаю. А есть какие-то плюсики, которые, может быть... Но минусы у вас все-таки большие, чем плюсики. Леш, а притирались как? Скрипуче или... Нет, нет. А вы вообще уступчивый? Да, я уступчивый. Ну вот пока вот до свадебного марша, наверное, вы больше уступаете? Мы оба друг другу уступаем. Мы понимаем друг друга, ценим и идем сразу на компромиссы. Леш, а детишек сколько планируете-то? Трое. Молодая, 21 год. Что же прям сразу ермо такой? Трое детей. Ну, это же не сразу. Лешечка, вот смотрите, мы вас всех призываем договариваться на берегу. Вот какие принципиальные вопросы уже успели отговорить? Кто будет готовить, кто будет выбирать. А договорились, что будет сделать после того, как Валерия закончит учебу? Она пойдет работать или вы будете планировать ребенка сразу? Например, это очень важный шаг в семейной жизни. Во-первых, это карьера Валерина. Соответственно, мы хотим, чтобы она пошла работать. А дети, ну, это будет спустя какой-то промежуток времени. Леш, я заметила, что невеста очень привязана к своему папе, к родителям. И будет создавать модель по подобию вот своей семьи, в которой она живет сейчас. А вы, наверное, хотите создать семью свою собственную, ни на кого не похожую. Но все равно как бы дочь выбирает подобие своего папы, все-таки, мне кажется. А вы не выбираете подобие своей вот сватии? Вот прям как клон, похожий на невесту. Может, вот у них, как говорится, тишь да гладь да Божья благодать, и вот и вы тоже. Знаете, стабные чувства, так говорится, бывают. Ну, это же хорошее чувство-то. Так это их счастье. Хочу выяснить, хорошее, не хорошее. А у нас свое счастье. И моя Валерия ни на кого не похожа. Лен, ну я понимаю, вы сделали такой отчаянный первый шаг, когда привели сюда своего товарища, а потом не стало страшно. Вы представляете, что вы теперь будете ответственны? Все, что будет происходить у них в семье, если хорошее, слава Богу, а не дай Бог, что он к вам придет и скажет, Лен, это ведь ты. Это ведь ты, дружок мой милый, меня сюда притащил. Как вы-то не разглядели. Ладно, меня застила. Вы готовы нести ответственность? Ну, во-первых, готова, во-вторых, я считаю, что Алексей человек взрослый, и Валерия тоже девушка мудрая. А успели с Валерией подружиться? Да, ну, хорошо общаемся с ней. Ваш человек в компанию вашего Валюта? Да, у нас есть общие интересы с ней. Уже советы какие-то давали? Ну, то есть направлять будете, ну здорово. Мне кажется, что человек должен ловить в жизни счастливый шанс. Елена и Михаил дали им этот счастливый шанс, заполнив за вас вот это самое заявление. А я еще считаю, что мы еще помогаем людям совершить в своей жизни поступок. Это самое важное. Поэтому совершайте хорошие поступки. И вернусь. Я думаю, что это неплохо. Ну что ж, Алексей, вы можете с Валерией планировать свое будущее как угодно. А вот что вам предскажут звезды и удачный ли вы выбрали день для свадьбы, узнаем после рекламы. Теперь я чаще буду радовать домашних фирменными блюдами, потому что их любимого кетчупа Махеев стало больше. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. Василий, давай поженився у нас в студии. Алексей, и очень скоро мы будем свидетелями на его свадьбе. Василиса, ну вот расскажи мне, как эта парочка поиграется и разойдется, или все у них будет как у людей, дети, дом. Ну, мне, во-первых, радостно говорить, что совместимость действительно неплохая. То есть у них, у этой пары есть возможность легко понимать друг друга. Но это вовсе не значит, что нужно расшвыриваться чувствами. Вы пока еще со своих эмоций, со своей любви снимаете только первые сливки. Я, конечно, встревожена, что вы так рано решили вступать в брак, потому что и не устаю повторять, что год нужно было бы выждать. И понимаю, что настоящие чувства глубокие к вам придут только в начале 12-го года. Конечно, до этого еще очень много времени пройдет, поэтому вы сейчас в пылу страстей. Но, на удивление... Но к ней же эти чувства придут. Да, совершенно верно. Но на самом деле в пылу страстей правильных, и она любит решительных мужчин, может быть, правильно было делать Валерии предложение так быстро. Могу сказать вот о чем. А сегодняшний день благоприятен для свадьбы? Знаешь, на удивление благоприятен. Я бы не сказала, что этот день идеальный, но с учетом того, что вы выбирали день без моей подсказки, а сами по себе, все сложилось как-то удивительно удачно. Более того, могу сказать, что я посмотрела уже гороскоп на то время, когда будет происходить регистрация. Асцендент в фиксированном знаке, значит, что брак имеет шансы быть долгим. Управители первого дома и дома брака очень хорошим аспектом друг к другу сходятся. Это с точки зрения классической астрологии гарантия того, что... Но вот судьба желает того, чтобы вы были вместе. Постарайтесь, пожалуйста, для нее единственное, что с квартирой вопрос быстро решить не получится. Поэтому в ближайший год, пожалуйста, не надрывайтесь над этим. Но ипотеку-то выплатят? Ее бы взять сначала, я бы сказала так. Пока еще подумайте об этом хорошенько. Да, на родители помогут. Возможно, найдутся другие способы. А трое детей? Года три бы подождать. С детьми хотя бы с первым. Я бы сказала так. Правильно, вы все правильно задумали в своей жизни. Единственное, что не ждите сразу, что какие-то райские кущи или райские блага вам свалятся на голову. И искренне желаю вам иметь денежный запас на 2016 год. Он будет для вашей семьи, для отношений таким по-настоящему проверочным. Но ты знаешь, Лариса, что характер Валерии будет проверкой для этого брака. Потому что она действительно девушка с характером, как вот в старом советском фильме. И молодостью вы будете давать этот характер. А еще я хочу сказать, что если бы в тот день вам бы звезды так не благоволили, вы бы сегодня сидели бы в другом месте, а на вашем месте бы сидел тот, на кого мы сейчас посмотрим. Привет, меня зовут Никита. Я рад, наконец-то, увидеться и познакомиться. Здравствуйте, Никита. Спасибо. Ну, по глазам видно, что он как бы мягкий. Парень, может, он очень хороший, я в этом не сомневаюсь ни на секунду. Но вряд ли это ее пора. А вы жену на свою территорию приведете? Или как этот вопрос будете решать? Ну, я думаю, мы с ней решим этот вопрос. Нет, нет, давайте вот вы мне это озвучите, пожалуйста. Ну, вообще, конечно... У вас квартиры нет, это я поняла. Соответственно, у Валерии есть. А вы зря смеетесь-то. Потому что самое-то основное, когда вы начинаете жить вместе. Или вон вы на родителей поглядываете, что мы вам помогать будем. Сергей, как вы относитесь вот к этим вот пробным бракам-то, когда неизвестно, распишется, не распишется, но вот живут вместе? Отрицательно. Я тоже отрицательно. А если они года два повстречаются, да, то если вы поймете, что молодой человек серьезный, но дочь сама скажет, папа, хочу увидеть его в быту. Ну, во всяком случае, мы с ней посоветуемся на эту тему, и это пройдет какое-то время. Вот так сходу, пока отрицание у меня и у нее. Против бы и ракет подошел по-любому. Да ей бы тоже. Прикинь, ее с бритыми висками, да? Нет, ее надо в черное обязательно покрасить, потому что это ясничий цвет никуда не годится. Есть такая традиция, что молодые люди за всю свою жизнь должны съесть пудсоли. Я предлагаю нам с тобой попробовать сначала щепотки соли с небольшой, и потом мы запьем это все водой. Запьем просто тоже необыкновенно. Здесь два кубка, которые связаны, они показывают неразрывность двух людей. То есть я предлагаю взять щепотку соли. То есть у нас уже неразрывность, да? Ну, это для начала попробовать. Ятсай. Да, для начала попробуем неразрывность. Я согласен, что сначала попробовать, а потом решать. И Никита, и Алексей – это те мужчины, которые с точки зрения гороскопа оба вам бы подошли. Просто оба. И ваш типаж – огненный мужчина. И оба они огненного знака зодиака. И ценят женщину вашего типа. Ну, конечно, Алексей, более зрелый, более взрослый, что ли, пришедший с цветами, готовый женщине выражать свое внимание. Такой более четкий и понятный, мне кажется. Я думаю, что если бы вы через пять лет увидели Никиту, вы бы тоже, не жалея, бросились в эти отношения. Но сейчас, наверное, Алексей все-таки. Алексей, а не боитесь, что все-таки Валерий встретит лет через пять Никиту? Ну, вот звезды так сойдутся, и все. Нет, не боюсь. Я в ней уверен. И уверен в себе. Ну, хорошо. Он сегодня побоялся, кстати, прийти сюда. Да-да-да-да. Ну, вдруг накостыляете. Товарищ, напередили. Но вот Орландо пришел. И он сейчас вас поздравит. Давайте встретим Орландо. Спасибо. Здорово, парни. Я вас рада видеть снова. Добрый день. Орландо, вы сказали в прошлый раз, что невеста вас не выбрала только из-за страха своего папеньки. Вы по-прежнему считаете, что она зависима от чужого мнения? Конечно, зависима. Да, но вы же еще и предсказали, что она выберет Алексея. Вот она его выбрала. Это правильно, потому что каждый человек, он должен находиться на своем месте и с тем человеком, который действительно для него является хорошей парой. В долгой у них будет, как вы думаете? Будет долго и счастливо жить? Я думаю, что может сложиться очень хорошо. Ой, как здорово. Вам на прошлой программе не понравилась прическа у невесты? А еще что не понравилось? Ну, для меня она выглядела несколько простовато в прошлый раз. Но с другой стороны, главное, чтобы человеку было комфортно в том образе, в котором он предстает перед миром. И если ей так хорошо, если она действительно счастлива, если у нее глаза горят радостью, то выглядит она прекрасно. Вы занимаетесь окутными науками. И наверняка можете уже сейчас предсказать, с какими трудностями эта пара может столкнуться в будущем? Она может столкнуться с трудностью рутинности семейной жизни. Потому что, когда люди привыкли к установленному порядку вещей, когда все происходит по распорядку, муж работает, там, жена его ждет дома, то часто проходит год, проходит два, и дни, похожие один на другой, начинают людей и утомлять. А вы это откуда знаете, Орландо? Вы же смотрите, сам еще молодой. В теории, поди, все знаете-то. Я это знаю с большого опыта. Парни, я знаю, что вы для нашего жениха приготовили сюрприз, мальчишник. Да, мы, как организаторы ночных вечеринок, приготовили ему особенный, пикантный сюрприз в стиле Дэвил Найт. Здорово. Давайте посмотрим. Проходите на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 Девчонки, а вы прям наши прототипы, да? Такая эротическая фантазия наших гостей. Я, Роза и Василиса, подфиживать нами пришли. Ну что, может, передумаете, нет, Алексей? Нет, не в конфликте. Представляете, сколько еще соблазнов, сколько всякой разной прелести в холостяцкой жизни? Нет, это прелести уже не для меня. Не для вас? Да, у меня офигенный человек. Через несколько минут жениха ждет настоящее испытание выкуп невесты. Не пропустите. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Алексей, и он с нетерпением ждет свою суженую, чтобы повезти ее под венец. Ну, а пока она готовится, я хочу пригласить ее подруг. Проходите, мы вас ждем. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Вероника, вы были с Ватей на прошлой программе. Ну и расскажите впечатления вашей подружки. Сразу ей понравился Алексей. Часто мы не верим в то, что сейчас происходит. Здравствуйте. Пошупать можете жениха. От птички. Я мам, наверное. Ну, просто это очень неожиданно. Валерия девушка, которая, ну, мы знакомы пять лет с ней, и всегда нас уверяло в том, что она замуж. Да никогда. В моей отделности она тоже говорит, что никогда замуж не выйдет. Ну, моя уже хочет. И тут такое чудо. Вот, мы очень счастливы. Что касается Алексея, да, Алексей нам сразу всем понравился. И вы стали ее уговаривать, потому что она же не очень была, по-моему, благосклонна. Она, знаете, она мне сказала по секрету так, когда-то в первый день, когда вот мы после съемок уже поехали. Говорит, знаешь, Вероник, и мне кажется, я за него выйду замуж. Да ладно? И она, да, она серьезно. Она на свидание не хотела идти. Она притворялась. Она, знаете, она испугалась. Она правда очень испугалась. Она, видимо, почувствовала, что это действительно все серьезно. И вот эта вот серьезность, видимо, ее немножко отталкивала. Ну, ясно. Девчонки, смотрите, а в Индии раньше был такой закон. Если женщина не рожала детей в течение восьми лет, то она могла быть переменена на другую. Если рожала исключительно девочек, то через одиннадцать лет муж ее мог поменять на другую жену. Но если она была сварливая, он мог ее переменить немедленно. Вот сварлива ли ваша подруга? И от чего хотите оберечь нашего женщинка? Может быть, предупредить? Может быть, на что-то ему стоит особенно обратить внимание? Или наоборот, на что-то не обращать внимания? Что в вашей подруге? Она же понимает, что с папой можно капризничать, а с мужем уже не очень. Ну, в любом муже девочка ищет похожего на своего папу. Раз она привыкла с папой, капризничает. Мне показалось, что она такая не очень веселая для своих 21 годов. Она серьезная. Ну что, никогда ее не зажигаете? Допрям. Допрям. Верю. Вот, да, прям поверила. А может быть, есть возможность сейчас спросить о чем-то Алексея, или наоборот, что-то ему пожелать? Или вот, ну, от чего это предостеречь? Я хочу пожелать терпения. О, плохой знак. Нет, почему плохой знак? Они должны находить, знаете, вот семья, молодая семья, надо уметь терпеть все равно, надо пока привыкнуть друг к другу, правильно? Это же все равно все наживается. Поэтому терпения, желаю вам всего самого лучшего. Дай Бог, спасибо. Ну, вы будете помогать мне, нет? Конечно. Ну, хорошо. Ну, куда мы без нее? Первые полгода вашей жизни, конечно, будут не очень простыми. Алексей, вот вы можете сказать, что у вас есть какие-то черты, которые могут вот сходу помешать семейной жизни? И над чем вы готовы были бы бороться? Смотри, смотри, сварка. Да, да, да. Ну-ка, озвучите, пожалуйста. Ну, есть у него определенная степень занудства. Да, да. Он такая любит, он так у нас понудеть. А по поводу чего нудит-то? По поводу всего, может, абсолютно. Ну, что там не мы-то посудовым 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 посудовым. Я сама зануду буду. Поэтому зануда на зануду будет мистер и будет всем веселым. Девчонки, я знаю, что у вас какой-то наказ для нашего жениха. Да, у нас есть наказ для нашего жениха. Наказ такой. Чтоб жену свою беречь, должен ты позднее лечь. Должен ты пораньше встать, чтобы в комнате убрать. Должен в магазин сходить, всю посуду перемыть. Иногда обед сготовить и жене не прикословить. Да. Это что-то ерунда такая, а? Ничего себе. Я надеюсь, что это была шутка. Воинский устар. В какой-то степени, да. Ой, девочки, то есть вы хотите, чтобы ваша подружка осталась старой девой? Потому что я бы на месте Лёшки уже повернулась бы и сказала, сами с такой живите, чтобы встать утром, прибраться, пастирушкой, ещё и приготовить. Не, ну, приготовить кофе в постель. Не пугает? Не, конечно. Все женихи, когда хотят жениться, они будут совсем соглашаться. Роза, ну я знаю, что у тебя какой-то подарок особенный. Ну, а как же, я ведаю, как сваха, а не только чтобы семейная жизнь складывалась счастливо, но и чтобы детишки рождались, то есть отвечают за сексуальную жизнь. Тогда что ещё можно подарить, собственно говоря? Ну, конечно. Я даже теряюсь в догадках. Это постельное бельё. На, дорогой. Спасибо большое. Тебе постельное бельё. Давай откроем. Главное, чтобы детишки у вас хорошие получали. Главное, чтобы не атласные, а то будете всё время соскальзывать. Атласные. Значит, детишки года три пока не садятся. Точно, точно не появятся. Как ты и хотела, собственно. Ну, и главное, чтобы спали спокойно. Наш совет для любой. Спасибо. На мягкой постельке будет хорошо спаться. А главное, что на красивой. На красивой. Ну что, девчонки, знатный у нас жених. И квартира в перспективе, и постельное бельё от Доброй Розы. Отдадите? Нет, не отдадим. Почему? Невесту надо заслужить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Я хочу назвать принца, чтобы он их к вам надел. У нас сегодня все как в сказке, но только по-настоящему. Я не волшебник, я только учусь и хочу сказать вам несколько слов. Эти пускай не хрустальные, но тоже очень красивые туфельки, я надеюсь, принесут вам удачу, потому что мы все здесь с присутствующей страстно этого желаем. И я хочу верить, что вы пойдете по своей семейной жизни в них легко и красиво, можно и пританцовывая. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Все готово к свадьбе, я приглашаю регистратора, чтобы вы наконец-то стали законными супругами. Спасибо. Музыка. Уважаемые гости, дорогие жених и невеста. Сегодня мы собрались с вами по прекрасному поводу вступлению в брак Алексея и Валерия. Дорогие Алексей и Валерия, создание семьи – это начало доброго союза двух любящих сердец. Отныне вы пойдете по жизни рука об руку, вместе переживая и радость счастливых дней, и возможные невзгоды. Брак – это серьезный поступок. Готовы ли вы, легко и не раздумывая, дать друг другу клятву любви и верности? Да. Прошу вас, жених, повторяйте за мной. Я Алексей, беру тебя, Валерия, в законные жены. Я Алексей, беру тебя, Валерия, в законные жены. Клянусь любить и уважать тебя. Клянусь любить тебя и уважать. Клянусь хранить тебе верность. Клянусь хранить тебе верность. Клянусь быть с тобой и в горе, и в радости. Клянусь быть с тобой в горе, и в радости. И в болезни, и в здравии. И в болезни, и в здравии. Отныне и навсегда. Отныне и навсегда. Теперь вы, невеста, повторяйте за мной. Я, Валерия, беру тебя, Алексей, в законные мужья. Я, Валерия, беру тебя, Алексея, в законные мужья. Клянусь любить и уважать тебя. Клянусь помогать и верить тебе. Клянусь быть с тобой и в горе, и в радости. И в болезни, и в здравии. Пока смерть не разлучит нас. С вашего взаимного согласия, выраженного в присутствии свидетелей, ваш брак регистрируется. Поздравляем! Поздравляем! Пожалуйста, скрепите своими подписями ваш семейный союз. Знак взаимной любви и верности. Прошу вас обменяться обручальными кольцами. В соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, согласно записи о заключении брака, скрепленной вашими подписями, ваш брак зарегистрирован. Объявляю вас мужем и женой. Ура! Болька! 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 Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь! Да достаточно, я думаю! Болька! Ура! Вас ждет еще один свадебный подарок. Мы с удовольствием дарим вам свадебное путешествие в Грецию от компании Тест Тур. Отсюда вы едите прямо в аэропорт. Я знаю, это ваша первая поездка за границу. Море, солнце, белый песок. Начните создавать свой семейный альбом самых лучших воспоминаний. По традиции именно свадебный торт символизирует семейный достаток и изобилие. И сейчас, чтобы ваша жизнь была по-настоящему сладкой, мы предлагаем попробовать свадебный торт. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ой, помощница какая! Молодец! Боже, какой красивый торт! АПЛОДИСМЕНТЫ Надеюсь, он такой же вкусный. Молодцы! Прям не сговаривай, смотри, как помогало. Да, Леш? Да. И кому первый кусочек останется? АПЛОДИСМЕНТЫ Корми мужа! Первый кусочек! АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, Роза все знает. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Сладко жизнево! А сейчас уже сложившаяся счастливая семейная пара Игорь Николаев и его жена Юлия подарят вам свою песню для вашего первого танца. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И этот фильм, вы знаете, этот фильм о нашей свадьбе, о том, как это было у нас, о том, кто какие нам тосты говорил, кто какие подарки дарил. Да, щедрый подарок. И я надеюсь, что у вас все будет только лучше, красивее и незабываемее. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Одна надежда на любовь. 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 Спасибо, спасибо. Думали когда-нибудь, мечтали, что вас будет поздравлять такая пара? Спасибо, спасибо, спасибо. Будьте счастливы и вы, и вы тоже. Спасибо, идите ко мне. Сегодня мы стали свидетелями, как двое молодых людей. Валерия и Алексей стали семьей. Пусть любовь освещает их долгий, совместный путь в будущее. Любите друг друга и будьте счастливы. Ведь это то, ради чего стоит жизнь. Ну, приходите к нам на программу, чтобы я, Лариса Гузеева, крикнула вам «Горько! Горько! Горько! Горько!» Удачи! Счастливы! Спасибо. Подвокат! Психически больной какой-то. Этот человек преследует меня три года, ночует у меня в подъезде, исписан весь подъезд. Сейчас я живу с другом и с его девушкой. А это твоя девушка с длинными волосами. А вы выглядите, посмотрите. Нашел я тебя босую, хромую, без волосую. Недели три в порядок приводила. Вот вы зачем ее вообще привели сюда-то? Зачем ее привели вообще сюда? А вы человек что-то делаете? Мужчине не скромно вот так выглядите. Слушай, Роз, вы на самом деле немножко страну-то поддостали вот так все лечить-то всех. Я не законсервирована, я справедливая. Иди возьми тряпку, промой подъезд, иди мне. А может ты еще другой мне помоешь, а? Редактор субтитров А.Семкин